Главы правительств, уважаемые участники заседания, прежде всего, позвольте поблагодарить организаторов сегодняшнего заседания и исполнительный комитет за проделанную большую и эффективную работу. Пользуясь случаем, хочу также поздравить уважаемого Акелбекова Сумбековича с назначением на пост председателя Кабинета Министров Киргизской Республики и пожелать плодотворной работы и новых успехов на ответственном посту. Хочу также поздравить Наталью Валерьевну с назначением. В связи с заявлением азербайджанской стороны отмечу, что год назад при посредничестве Российской Федерации было принято трехстороннее заявление лидера в Армении, России и Азербайджана о прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Высоко ценим усилия, приложенные российскими союзниками, а также деятельность размещенных вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора миротворческого контингента. В результате войны, развязанной Азербайджанской Республикой, 40 тысяч людей остались без крова и имущества. Было разрушено 17 тысяч гражданских объектов и инфраструктура. Убиты и ранены несколько тысяч людей, в том числе гражданских лиц. Судьба многих людей все еще неизвестна. Несмотря на взятые обязательства, Азербайджан продолжает торпедировать ход реализации достигнутых договоренностей, в том числе удерживая в плену многочисленных армянских военнопленных, что является не только грубым нарушением 8-го пункта заявления от 9 ноября 2020 года, но и международного гуманитарного права. Искажая положение трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 и 11 января 2021 года относительно разблокировки инфраструктур в регионе, Азербайджаном муссируется идея о коридоре, сопровождающейся угрозами применения сил. Нагорно-Карабахский конфликт не может быть решен силой. Урегулирование конфликта можно достичь путем мирных переговоров исключительно в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Для разрядки ситуации и выхода на этап мирного развития в регионе необходимо, чтобы Азербайджан принял конструктивную позицию, отказавшись от политики ненависти, агрессивной риторики и враждебных действий. Возвращаясь к вопросам повестки сегодняшнего заседания, отмечу, что представленные в повестке документы армянская сторона рассматривает как проявление усилий государства дружества, направленных на продвижение экономического взаимодействия, повышение конкурентоспособности национальных экономик государств, участников СНГ и укрепление их позиций в мировой системе. Очевидно, что развитие высоких технологий играет решающую роль в обеспечении безопасности и повышении уровня жизни населения. Страны, создающие и развивающие высокие технологии, занимают лидирующие позиции на международной арене. В современном мире цифровизация, инновации и новейшие технологии рассматриваются как ключевые инструменты для дальнейшего повышения эффективности системы государственного управления, формирования благоприятной деловой среды, обеспечения поступательного экономического роста и предоставления качественных государственных услуг населению. В данном контексте хочу отметить важность комплексного плана по реализации межгосударственной программы инновационного сотрудничества государственного сотрудничества на период до 2030 года. Деятельность совместных научно-технологических центров исследований и разработок, слаженность трансфера теоретических знаний и практических навыков посредством обмена опытом и реализации совместных проектов улучшат не только инвестиционный климат, но и позволят коммерциализировать технологии с целью выхода на рынки третьих стран. В свете неизбежного развития цифровых технологий следует уделить должное внимание вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности. Принятие соглашения о сотрудничестве по охране и защите прав на объекты авторского и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях позволит объединить усилия государства-участников СНГ по защите правоинтеллектуальной собственности в цифровой среде, установить единые подходы и проработать механизмы в сфере охраны и защиты прав авторов и правообладателей. Армянская сторона также поддерживает принятие представленных документов по скоординированным мерам, ориентированным на дальнейшее развитие обороноспособности стран-участников СНГ. Уважаемые участники заседания, не могу не отметить роль культурного аспекта нашего сотрудничества, сохранение традиций народного творчества, историко-культурного наследия, наследия в области искусства, литературы, освоения народных ремесел и народного искусства это факторы, скрепляющие взаимодействие наших стран. В этом ключе приветствуем принятие плана мероприятия по проведению в 22 году в СНГ года народного творчества и культурного наследия. В заключении отмечу, что Республика Армения будет и дальше продолжать активную и конструктивную работу. Республика Армения Республика Армения Республика Армения Республика Армения